Так уж у меня получается, что примерно раз в полгода, иногда реже, я записываю подобного рода видос, где просто рассказываю своей аудитории, что как вообще происходит, как у меня дела, и делюсь всякими инсайдиками. Вот вы когда-нибудь замечали, что вот вы всегда правы, да? Я просто это прям чувствую, вот я всегда прав, а все остальные неправы, и никто этого не понимает. Тупые, блядь, пиздец, один я умный. Как сложно, блядь, жить-то. Вот что меня за последнее время прям удивило, это то, насколько людям нечего потреблять в плане информации, то есть меня очень часто спрашивают и просят посоветовать какие-то вещи, что посмотреть, на что подписаться, где что читать, и я просто сейчас возьму и пачкой порекомендую своих дружбанов, которые делают круто. Первый и главный мой дружбан, это я сам. У меня есть инстаграм, в котором я почу крутые вещи, и у меня есть паблик, в котором я почу очень клевые картинки, и почу иногда картинки, которые мне присылают мои подписчики. И как вы понимаете, контент довольно клевый и необычный. Знаете, наверное, большая часть из тех, кто сейчас смотрит это видео, они и не понимают, типа, 5000, а чё он радуется? Чё за праздник-то такой? Чё он вообще втирать мне собирается про 5000? Он, считай, позавчера начал заниматься этим всем. На самом деле, совсем нет. Я думаю, сейчас олдфаге моего канала так нервно, злорадно и самодовольно хихикают у мониторов, потому что вот вам небольшая история. Я конкретно этот канал веду чуть больше полугода, до этого был другой канал, который, ну, по причине того, что он был очень старый, и из-за алгоритмов ютуба он плохо ранжировался, ну, по крайней мере, я так думал. И я его вот как раз где-то полгода назад, я перешел на новый. В общей сложности я регулярно веду блог уже почти два года. И вот, чё вам хочется поведать и рассказать. Вот представьте, я полтора года херачу видосы, а дача очень маленькая. То есть, когда я начинал, я до этого ещё делал ролики на канале, там было человек 400, наверное, на канале. Естественно, это всё люди, которым уже ни хера не интересно, они уже не помнят, зачем мне на этот канал подписывались. И я начинаю делать там видосы. Делаю я их, внимание, полтора года, полтора года. Стараюсь, туда-сюда, ко мне приходят люди и постоянно задают вопросы, типа, Чувак, почему у тебя такая маленькая аудитория? Типа, делаешь крутые вещи, продолжаю, у тебя всё получится. Я на это реагирую, типа, да, да, ну, ну, да, 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 вот. Но при этом, как вы понимаете, это довольно сильно дезморалит, когда ты, ну, ощущение, что ты буксуешь, вообще стоишь на месте, ничего не происходит. Когда там к тебе приходят два подписчика в неделю, ты такой, ура. И потом я выясняю, что дело в алгоритмах. Не стоит задаваться в подробности, просто нужно создать новый канал, чтобы он по-новому ранжировался, выдавался в поиске и всё будет круто. Я создаю новый канал, и он за месяц обгоняет старый. На старом на тот момент было 800 подписчиков. Он за месяц небольшим набрал тысячу. Я такой, ес, заебись. И после этого мой старый канал тоже набирает тысячу. Не сказать, чтобы я сильно расстроился. Сука, сука, бей! Скорее, вообще не переживал по этому поводу. Ну ладно, это меня прям барило. Я думал, что типа совершил ошибку. И на самом деле сейчас не могу уже с уверенностью заявлять, что создание нового канала, оно вам как-то поможет или не поможет. Потому что у меня на старом канале смогли зафорситься ролики, от которых я вообще не ожидал того, что они кому-то будут интересны. Ну, вот такой он интернет. Есть замечательный музыкальный исполнитель Палк, который я и Андрей Пырхко, о котором я упомяну чуть позже, мы сняли клипас. Он сейчас висит на канале. Кавер на песню «Хаски пироман». Вот, по-моему, получилось вполне себе годно, особенно для нашего уровня клипмейкинга. Вот, но это для меня была первая такая серьезная работа с продумыванием локаций и съемками на целые сутки. И вот все то, о чем я обычно только слышал, здесь я испытал на себе. И, надо сказать, довольно весело было. Да и получившимся результатом я доволен, поэтому заходите к ней и зацените это дело. А сейчас у меня пять тысяч. Заебись, да? Ну, прям очень круто. Прям отлично вообще. Спасибо большое всем, кто канал смотрит. Спасибо всем, кто пишет в личку. Спасибо всем, кто пишет комменты. Вы бы знали, какая это плюс мораль? Какое вообще ощущение, когда ты два года херачишь, считай, в стол, а потом это резко все видят, и все такие «О, чувак, да ты, типа, не зря делал». Не зря, да, ты, типа, не зря проебал время. Это, знаете, я думаю, такое же ощущение могло бы быть у Ван Гога, если бы он сейчас воскрес. Вот его всю жизнь не признавали, а тут оказалось, что он хитом стал. И самое охеренное, что я вижу, как проявляет активность моя аудитория. Типа, ну, все ютуберы говорят, что, мол, вы у меня самые лучшие, самые классные и прочее. Я не вижу смысла настолько сильно обобщать, что, мол, все мои подписчики, они такие охуительные. Но тут есть, можно выделить определенный такой социальный срез. И то, что я вижу от своих подписчиков, это охуенно. То есть вы можете зайти в комментарии к любому ролику, который, ну, не делался ради шутки, как, например, плейлист «Все летит в пизду», там все ради шутки делалось, а под любой другой ролик, и вы там найдете комменты людей, которые реально подразобрались в вопросе. То есть они понимают, о чем они говорят. Мне пишут про то, что я не понимаю суть перформанса. Мне пишут о том, что я не выкупаю за постиронию. И, ну, мне совершенно не обидно. Но я действительно, я не заканчивал Академией постиронии, и как бы все, что я выдаю, это такой контент, и я допускаю то, что я могу быть неправ. Возможно, я не прав вообще во всем, что я сказал когда-либо. Но сам факт того, что ко мне приходят люди и заявляют мне в комментариях, что я там вот за постмодерн не разбираюсь, мне так это нравится. Я вот прям ощущаю то, насколько крутые ребята меня смотрят. Ну, естественно, есть еще и куча положительных комментариев, но я же не совсем ебанутый, чтобы здесь зачитывать, как меня хвалят. Хотя мне нравится. А вы, а вы вот слышали вообще их музыку, да? Вот типа вот, вот просто, ну, пиздец какой-то, у них там все это тут-ту-ту-ту-ту-т, брррр, вот, а вот, а вот моя музыка, она такая, тут-ту-ту-т, брррр, вот прям вот, вот, вот моя музыка настоящая, с душой, Да, у них так, блядь, ненавижу нахуй музыку, которую слушаю. Не я, все тупые. Дальше это как раз-таки Андрей Пырх. У него сейчас свой канал на ютубе. Вот, зайдите на него, гляньте видосы. Реально, очень клевые вещи парень делает. И он делает довольно круто, весело, динамично. Советую вам заоценить. Ссылки, естественно, будут в описании. Почему я еще доволен своей подписотой? Потому что оказывается, что вы дохера деятельные люди. Меня очень парил в свое время вопрос, что, мол, а я вот буду делать ролики там про какое-то искусство, про что-то еще, что-то втирать людям. И я, смотря на другой ютуб-контент, я задумывался над тем, что вообще-то, а зачем это делать, если никому ни хера не интересно? Типа, ну, никому не хочется слушать там какую-нибудь историю каких-нибудь музыкантов, какого-то жанра. Вот. Ну, просто людям это не надо. Типа, для кого я буду это делать? И оказалось, есть для кого дохера деятельные люди. Мне куча всего скидывают в личку. Каких-то материалов, каких-то исполнителей. Какой-то вот такой вот штуки, которую я бы сам никогда не нашел или не обратил на нее внимания. Недавно мне, вот на момент этого ролика, мне скинули первые фотографии из пленки. Я охуеть рад. Если я правильно помню, Анастасия Ярина. Красава! Спасибо большое! И еще такой мини-анонсик. Я все ваши фотографии пленочные, которые вы мне присылаете, я буду публиковать подборками. То есть вы можете мне присылать там с текстом, кучу фотографий, я отберу из них лучшие и опубликую, чтобы все было красиво. Как в нормальных пабликах с фотографией или с каким-то художественными произведениями. Чтобы были ваши работы, можно внизу какую-то песенку, если хотите, прикрепляйте песенки, когда вы скидываете свои аудиозаписи. Блять. Вы можете скидывать свои фотографии прямо вместе с аудиозаписями, с песней, которую вы считаете подходящей. И я это запощу с указанием вашего авторства, чтобы все было по красоте и круто, загибато прям. И вообще, на самом деле, готовится огромная тонна всего, поэтому спасибо, что остаетесь на этом канале. Каждый ваш репост, перепост, пост ко мне в группу, все, что угодно, оно дико помогает процессу. Конечно, не так хорошо помогает, как донаты в описании. И вообще, если вот вы думаете, блин, а стоит ему писать, а вдруг, а вдруг, а вдруг он не ответит, и я напишу херню. Если вы хотите написать прям, что-то мне крутое и по делу, что-то мне посоветовать, скинуть мне свои те же фотографии, чтобы я в паблик запостил, кидайте. Типа, если вы скинете прям говно, ну мы поговорим, конечно, с вами. То есть не будет такого лицемерия, что вот кто-то скинул прям кал, а я его запостил, потому что я анализываю свою аудиторию. Нет, я отношусь к этому объективно. Просто, ну, типа, тот, кто наснимал херню, там, наделал херню, он к ней несерьезно относится. А если человек всерьез хочет взять и закинуть свои работы в массы, то, скорее всего, над ними постарался. И последнее, что хотелось бы посоветовать, это блог о культуре Эмбэ Репортер. Его ведет моя очень хорошая подруга, это авторский блог о культуре, и там действительно выходят материалы, какие-то разборы вещей, до которых вы сами, возможно, никогда бы не добрались. То есть там какие-нибудь японские художники, австралийские альпинисты, перформисты, рекликсты. И вот если вам сейчас кажется, что это для избранных суперсерьезное искусство, нет, это там сложно, там знать надо, а я не знаю. Нет, в том-то и дело, ничего знать не надо. Вы просто заходите на страницу, читаете про все это и такие, заебись. Если заинтересовались, читайте дальше на других страницах. А это вот, как и любой другой хороший блог, он компиляция определенных, ну, относительно узких знаний и выжимка их. Если вам, в принципе, интересно узнать мое мнение относительно каких-то вопросов, то спросите меня об этом в комментариях, я с большим удовольствием отвечу либо лично, либо в каких-то других видосах. Может вообще стримчанские запилю когда-нибудь. Хочу пилить стримчанские, но вот сейчас нет возможности, к сожалению. А на этом все. Ты знаешь, ты кнопка подписки. И старые ролики знаешь. Ты все знаешь. Такой молодец. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok